Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 761. События дня. Эпиграф. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя от того. Анастасия. Игнатий Тихонович, третье апостольское правило говорит, что бескровная жертва может совершаться исключительно на хлебе и вине, под угрозой извержения. Вот для таинства крещения есть возможность совершить его хоть тремя каплями воды, если умирает человек или в заключении. Так вот, мой вопрос в том, есть ли такое насчет причастия. Если, например, люди оказались без доступа к вину и хлебу, а им угрожает опасность, то могут ли совершить причастие той самой водой? Отвечаю. Даже намека нет. Ничем и никогда замещено не может быть кровь и тело Христово. У беспоповцев что-то близ волхвования есть. Скорлупка яйца почерпнуть где-то из пруда воды. Она сразу говорит, спаси Христос. Рустам. Как только обидится, сразу все, прерывает связь, черный список заносит, а потом выходит. Спасибо за христианский, в кавычках, неполный ответ, не по существу. Все правильно, Игнатий Тихонович. Вы говорили про меня все правильно, бритая пьяная абразина, искривляющее слово Божье своим куриным умом. Простите меня, грешного, я исправлюсь. Я отвечаю. Не пропускайте занятия. Бог да помилует нас и благословит всех. Андрей Андреев. Семь минут назад. Игнатий Тихонович, как же я вас уважаю, разделяю с вами взгляды на многие вещи. Очень бы хотел с вами встретиться. Но вот конфессионально мы разные и очень жаль, что православные не хотят говорить о Боге с другими конфессиями. Даже не верится, что мы с вами можем не сойтись во мнениях в этом плане. Очень вас уважаю. Я руководитель восстановительного центра для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр основан на принципах христианской морали с протестантским уклоном. Всем ребятам нашим в пример вас привожу. Слава Господу за вас. Так вот, Андрей Андреев, слово-то конфессия откуда взято? Ну, спокойной такой обстановки, без критики. Просто подумайте, конфессия, динаминация, что это за слова? В русском языке их никогда не было. Мое объяснение только одно. Этими словами дьявол, сатана, древний змей, прикрыл слово ересь. Нигде сектанты не говорят про ересь. Почему? Это самая глубокая яма. Я вот напоминаю, я вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, в техникумах, в воинских частях, в милиции, на заводах, фабриках, в тюрьме, в КГБ, там, прокуратуре. Нельзя найти место, где бы я не проповедовал. Такая была востребованность. И никогда это слово не произносил. Заключенными в тюрьме 18 лет сотрудничал. Только в одном университете 18 лет. Это какие конфессии? Что это такое? Есть ересь? Ересь? А ересь, она возникла буквально сразу же. Что нет связи, нет таинства. Вот вы говорите, протестантский. А кто протестантский это начал? Мартин Лютер. А кто такой? Без предвзятости. Спокойно, разберите. Монах, обыкновенный монах. Он мог кого-то руку полагать? Нет, он же не епископ. Нет. Монах. А почему монах? Монах давал обещания перед Богом, клятвенно. Никогда не иметь в семье. Размонашил сам себя. Обольстил монахиню. И нашел шесть детей. Какой-то руководитель. Блудник. В самой скверной форме. А боролся против нарушения. А сам главный нарушитель. Ну вот теперь я решаю. Оттуда дальше пошли. Если все хорошо. Икон нету, ничего нету православного. Ну и будьте одни. Лютеране, да все нет. Выразились у баптистов, анабаптистов. И дальше, дальше адвентисты, иеговисты. Ну, если верить, как говорят, сегодня 21 тысяча разных ересей. Как они называют конфессии, динаминации. Почему нам не поговорить-то? Это можем говорить о Боге. Я уж сколько, я 55 лет говорю. Проповедник. Я встречаюсь с людьми в миссиях, когда ездили мою. С ними говорили. Вот. Выходите на меня по скайпу, побеседуем. Сайт к истине называется. Максим Степаненко. Он говорит, я слышал, что в США обратилась в православие какая-то секта. От ваших трудов. Вы могли бы дать ссылку на видео, где об этом идет разговор. Секта, секта, это секта, это не город даже, а все, сколько их где есть. Ну и далее он выставил мудрость православных подкаблучников. Одним словом, без пробелов. Ну вот нажмите, здесь вот внизу говорится. И вы увидите там, как много. И два ролика наших вставил. Я тут из-под одеяла даю интервью, уже спать лег. Что такое подкаблучники. Вот это говорит, идет разговор у нас. Вот Максим-то говорит, что идет разговор. Я и говорю. Правильно заметили, что идет разговор-то. Есть смешной и к месту, правда. Разговор в одном отделе бухгалтерии. Утром делятся новостями. Вы слышали новость-то такую приятную? Что наш начальник где-то играл в большой ставке и выиграл BMW. Самый современный автомобиль. Везет же людям. У него же есть именно такое уже. А теперь, что же за несправедливость? У него целых два. И тут приближенный к начальству инженер и вставил свое слово. Тут у вас небольшая неточность вкралась в новости. Дело в том, что не начальник наш играл-то, а его сын Игорь. И не выиграл, а проиграл отцовскую машину. Так что у него теперь не две. Он сегодня пешком пришел на работу. Да, писали мне несколько человек, что они пришли в православие из какой-то секты благодаря нашим ресурсам. И с ними еще столько-то человек. И с другой местности, и ни с одной из разных государств повторили почти ту же историю у них происшедшую. А чтобы обратить город или свою секту-то, такого не слышал даже. Не имею образования никакого гуманитарного. Просто строитель и сторож. Но мне дано право молиться ко Всевышнему. Пришли несколько человек из мусульман, якобы. Несколько человек писали, что обращение их было необыкновенным. Они во сне увидели мой образ. И слова кто-то им говорит, кто я, и чтобы они нашли меня. Один пишет, что он в третьем поколении пятидесятник. То он тут же выписал мои книги и своим знакомым там рассказывает и показывает книги. А его и спрашивают, а где ты нашел на него? Он отвечает, сам Бог указал. А другой говорит, что он спал, а я пришел к нему ночью-то и как дал ему с сапогом-то в ногу-то и поднял. На молитву становись. Ну а дальше уже пошла переписка. Нынче какой-то особый год. Столько известий приходит, что Бог, Господь наш Иисус Христос приводит все новых людей в православие. И если вы смотрите наш видеоканал, то тут приезжала ко мне в гости одна из Казахстана, звать ее Райхан Дзигудилина. Она была у свидетелей Сторожевой башни. Но наткнулась на наши ресурсы в интернете, приняла крещение святое с полным погружением и стала Рахилью. Дочь ее тоже приняла крещение, Руфь. И два внука, Рафаил и Марк, просил, умолял ее не приезжать. Но она сказала, а если умрете, а я своего духовного отца, который родил меня благовестием, так и не увидела, благословил ее разрешением. Тут мы прошли по всем храмам, доступным в тот день у нас, везде молились, были в митрополии. Митрополит Сергий Ванников принял нас с распростертыми объятиями и проводил. Потом и благословил, что везде в храмах мы можем снимать. Это все в роликах уже выставлено. Роликов у нас, наших, 9200 и 21000 фото. Тут нашего или моего ничего и нет. Это все благодать Божия, труд божественной миссии Духа Святого. Он и от молитвы. Ваша статья о подкаблучниках обширна и истинна. Мне бы так не написать. Я молился 37 лет, чтобы распечатать наш сайт во свете Библии. И Бог одновременно послал 4 помощников. 2 Сергея и 2 Андрея. И теперь насчитано мной в 70-е годы преобразовано в видеоролики 3500. Ежедневно выставляю по 10-12 роликов. Общая продолжительность на день 25 часов прослушивания. Если прочтете половину 26 тома «Открытым оком», то там многое для вас может пойти в помощь. Вчера все же вскрыли помойку, куда сваливаются матерщинники и поносители, заблокированные на нашем видеоканале-то. Оказалось, что их там уже 3200. Лютуют духи зла, видя, сколько душ пришло к Богу. Это два полка. Полторы-две тысячи полк военные. Я сам не ожидал, что сколько их туда накидал. Так вот сейчас за день, вчера снова матерщинников, сколько зашло, сейчас почитаю. 8. Так, это не вижу я сейчас через это. Это за день. За сутки или... Это продолжается. К тем надо добавить к цифру. Так, 8, 11, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 34. 37, и 4, 37, 41, 41, и 8, 49, еще 3, 52, и 20, 72, 72, 77, 81. 81 матерщинник, вчера были отправлены, заблокированы. 81 за день. Это что? Это тоже особая милость Божия. Ну, у кого такое есть, чтобы на его ролики приходили? Ролики самые простые, там, беседуем или обедаем. 81 за день. Хулительные, матерятся. Я никогда не знал, что там матерок на хэе, на три буквы, и столько у него вариаций, больше тысячи. Да невероятно, кажется, быть не может. Ну, вот так. Какие слова, а система сама их где-то в отдельные складывает, во всех падежах, когда склоняют они, и там ждет, когда ты вскроешь и уберешь. Лютой дух изглазла, видя, сколько душ пришло к Богу. Андрей недоступ. За несколько дней много собрано вещей, он для погорельцев собирал, как для ребенка, так и для мамы с папой. Стульчик для кормления и манеж для ребенка. Одеяло, постельное белье, продукты питания, крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло, сахар, чай. Сегодня до конца дня еще можно поучаствовать. Спаси Господи всех за помощь и отзывчивость. Ну, ему поверили все, потому что дал адрес монастыря, туда приносите, и они там живут, дали комнату им где-то. Московский патриархат, я пишу этому. Максиму Степаненко. Студенческий журнал «Покров» Барнаульской духовной семинарии, номер 9, 216 год, страница 34. Ну, вот тут написано, какой у них индекс. Кавычки открыты. В начале 1990-х годов часть приходской общины переселилась в Мамотовский район, в село Потеряевку, где основала новую приходскую общину во имя священномущеника Анфима Некомедийского. На 2013 год официально в селе Потеряевка проживало 33 человека. С 1972 года в село Потеряевка действует детский трудовой православный лагерь «Стан» в честь священномущеника Климента Анкирского. Построена церковь, функционирует школа, фельдшерский пункт, построены 16 домов, 12 бань, все здания электрифицированы. Для нуж общины облагорожены 12 колодцев и 5 прудов. В составе РПЦЗ Протерей Аким Лапкин являлся участником 4-го всезарубежного собора РПЦЗ, проходившим в городе Сан-Франциско с 7 по 14 мая 2006 года, ставшим одним из решающих шагов к увращеванию разделения между двумя частями Русской Церкви. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри Русской Поместной Православной Церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. Ну что тут непонятно? У вас епископа нету, все, батюшка не может служить, тут сколько вопили разные там эти семинаристы и откуда только не было стулы, бешеные. А почему учатся на семинаристах в семинарии и как-то связан с миссионерским отделом, они совершенно одержимые. Кинулся там, убеждать, не подходите, столько злобы. Да какие вы миссионеры-то? Шпана. Я просто таким названием даю Кодло, никак по-другому не называю, как вот псы какие. И знают они батюшку нас, никого не знают, но тут ринулись, у вас никого нету, как нету. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17 мая 12-го года истекло, приходы в городе Барнауль и селе Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятель РПЦЗ митрополита Лариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Ну, поминают, когда они приезжают, они поминают, а когда мы одни, не поминаем, то есть дома молимся и все. Крестово-Звежинский приход города Барнаула и община с Потеряевки являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Вот чтобы стали они уникальными и своеобразными приходскими общинами, трудиться надо. А есть у вас? Да нет, проходной двор. Ну, посмотри, кто к вам приходит, заходит, покупает и начинает еще издавать какие-то квакающие звуки. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старобрядцам. Мужчины не бреют бород. Ну, смотрите, где у вас, в каком приходе? Остригают волосы, то есть длинных волос нету. Носят рубахи на выпуск с поясом. Да вам даже это не сделать. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд. Носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад. Многие семьи многодетны. Ну, ничего из этого сделать-то не можете, нападаете. Ну, еще пустой звук барабана. Старостой этих общин является родной брат Порта Ирея Акима Лапкина, Игнатий Тихонович Лапкин. Известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 600 городов России и в ближнем дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию. Однако, можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Святого Луки, города Норильска, священник Павел Бочков. Я его не знаю, ничего. И вот пишет как вот все. Ну, пишет с того, что узнал. Ну, а где он неправильно сказал? Ну, какая-то цифра там неправильно там. Он писал там, 500 я написал, 600 городов. Но до этого он мне позвонил, расспросил. Галина Михалине. Добрый день, здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как ваше здоровье? Хорошее здоровье. Хотел спросить у вас, какие иконы можно приобрести для здоровья? Вот еще как. Иконы для здоровья. Молиться для здоровья. Я в этом году потеряла голос в марте месяце. Порез голосовой связки. Диагноз. Я очень часто болею сама по себе. Я спокойная по характеру. Хранит вас Господь. Игнатий Тихонович, я от всей души искренне вас прошу помолиться за меня, за мое здоровье. Галина, дай Господи здоровье. Я верю в вас, вы чистый человек. У меня друзья в основном в пожилом возрасте. Мне они интересны. Они жизнь прожили. Спасибо вам большое. Мне так хочется с вами поговорить, но я не решаюсь. Здоровья вам и Надежде. Где она? Надежде Васильевне. Володе, Никите и Роману. Спасибо большое. И она пишет. Новогоднее видео ваше смотрелось. Сережа раздает Евангелие в красном переплете. Как можно приобрести ваши книги? У нас так просто не дают. У меня была книга «Новый завет». Я ее бабушке подарила. Теперь бабушке не стало. А книги нет. У меня баба и деда похоронены в Алтайском крае, Краснощеховский район, село Куйбышево. Можно так сделать? Когда мы соберемся на Алтай к дяде и встретимся с вами, и взять книги, спасибо, я отвечу, можно, если буду в городе. Спасибо не говори, а говори «Спаси Христос». Ну вот такое, отовчарашенный один день. Такое вот, какие данные. Дальше показать надо наши ресурсы. Вот это мой мир. Я очень уважаю этот хороший такой ресурс. Сюда переношу. И у нас богатые здесь 21 тысяча фотографий и видео 8082. Дальше православный форум. Что-то тут увеличивается стало быстро, не знаю, 415. А до этого все было 300, там 280, главное. Не знаю, что-то где-то кто-то на меня нападает, когда в это время сразу увеличивается количество посетителей. Вот посмотрите, как наш форум, легко регистрируется. Православный форум, 1600 тем. Дальше, видеоканал, православный видеоканал, посетие Библии. На сегодня у нас 11 632 подписчика. И просмотров 10 млн 983 202. Маленько посещают, смотрят. Ну и еще мой мир. Тут вопросы и ответы. Самое главное 4124. Сегодня я разбираю 11 это грех. Одиннадцатый пункт, 55 папок. Хочу показать, как это делает этот грех. Я из этого вытаскиваю какие-то отдельные вопросы. Отвечаю, зачитываю. Вопрос 797, второй том открытым оком. Можно ли осуждать человека, который ввиду крайней нужды, например, чтобы прокормить детей, берет на работе, если он имеет к этому доступ, продукты или что-то другое, то есть тащит. Можно ли это назвать грехом, воровством, если человек берет не для себя? Ответ. Притча 6.30. Не спускают вору, вору ли, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Это самое настоящее воровство, и человек может быть повинен смерти. Нужно работать на двух работах или воздерживаться, иметь меньше детей, но не жить по-сыгански. Я знал людей в такой нужде. Им было уже под 60 лет. И они учились, чтобы иметь высший разряд согласно своим способностям. Можно брать какой-либо рукоделий на дом, чтобы и дети участвовали в работе. И в самом крайнем случае можно просить милостыню, обратившись за помощью к церкви. Вот такой ответ даю. Устроен колодец в пустыне сухой, наполнен он светлой кристальной водой. И люди идут там по знойным путям, к заветным воротам, к далеким краям. И многие с жаждой усталой в груди проходят, не видя колодца того. И лучшего ищут они впереди. Но гибнут в пути, не найдя ничего. Иные приходят к колодцу тому. Друзей вопрошают, когда, почему и кем он был вырыт. И спорят они, и в споре проходят их лучшие дни. Иные приходят к источнику, вот и с радостью пьют из живой глубины. И с новой силой стремятся вперед, к заветным воротам небесной страны. О, видишь ли, друг, ты колодец Христа? Очнись и не споря начали его. Ты жаждешь и пей из колодца того. И век на земле не возжаждут уста. Проханов Иван Степанович. Вот один вопрос, как я на него отвечаю. Хорошо. Еще можем один вопрос взять. Вопрос 2052. Восьмой том, открытым оком. Мне не раз жаловались предприниматели и директора предприятий, что к ним приходят просители из местного Барнаульского монастыря и от храмов, и даже с бумагой, в которой излагают свои прошения и требования. И в конце добавляют, что если не дашь, то прокляну, и ты сдохнешь, или сгоришь, или тебя рикетиры ограбят. Такими словами-то не написано, но суть вот такая. Да разве можно так? Ответ. По шитьям святых это сплошь проходит. Кто монахам что-то не дал, беда не минущая ему. Вот сказали, а тогда угрожает. А я говорю, по монастырским-то правилам-то действительно они так не дали. Наказание какое-то. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4.5 Придут иноки на чужую землю, без разрешения селятся там, и если их изгнали, то они уже ждут беду на изгнавших их, и приписывают ее только тому, что вот это ему за это и за меня. И это где еще только цветочки, подожди, и еще будут и ягодки. Аммон 4 октября. В другое время пришли к преподобному два человека за благословением. Святой попросил их привезти ему воды на нужды приходящих к нему, ибо один из пришедших имел верблюда, а другой – осла. Взяв большой сосуд, они отправились с горы за водой. Когда они наполнили сосуд водой, то один из них, у которого был верблюд, сказал, «Сосуд великий, а гора высокая, а потому не хочу я с такой тяжестью уморить своего верблюда». И оставив своего товарища, он пошел своей дорогой, не возвращаясь к святому. То есть где-то там горшок тот оставил. Оставшийся же взял воду на осла своего и с большим трудом едва ввез его на гору к преподобному. Увидев его святой, сказал, «Чада, да благословить тебя Бог за труд твой. Знаешь же, что товарищ твой, который отказался привезти воды на нужды наши, в настоящее время находится в несчастье, ибо лишился своего верблюда». Тогда отправился человек этот вслед за своим товарищем, нашел его плачущим, так как верблюд его съеден был волками. Венедикт, 14 марта, некий живший той местности пресвитер по имени Флорентий, по наущению беса, возненавидел святого отца и стал его хулить позорными словами и порицать его в народе, желая решить его того благоговения, какое к нему все питали. Но ничего этим не достиг. Никто не верил этой позорной хуле, и пресвитера никто не послушался. Тогда этот несчастивец решил отравить святого, приготовил просвору со смертоносным ядом. Он послал ее в дар преподобному Венедикту. Прозорливый муж, хотя и видел, что просвора с ядом, принял ее с благодарностью. В тот час, в который преподобный обыкновенно обедал, к теле его из близноходившегося леса прилетал в ворон и кормился здесь нарочно приготовленной для него пищей. Преподобный Венедикт взял отравленную просвору, присланную ему от пресвитера Флорентия, положил ее перед вороном и сказал, «Во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живого, возьми хлеб сей и занеси в такое пустынное место, где его не могли бы найти никто, ни человек, ни птица». Ворон открыл свой клюв и, каркая, стал летать вокруг того хлеба, ясно этим показывая, что он хочет послушаться повеления преподобного-то, но не может, благодаря находящемуся в просворе вредоносному дьявольскому яду. Тогда человек Божий снова сказал птице, «Возьми, возьми, не бойся, ты не отравишься этим хлебом, и так неси его в непроходимую пустыню». И ворон, исполняя приказанное ему с великим страхом, взял клювом, смертоносную ту просвору, улетел. Возвратившись, через три часа он стал питаться из рук преподобного обычной для него пищей. Незлобив же Венедикт, видя злобу и вражду на него Флорентия, молился больше о нем, чем о себе. Да не поставит ему этого Господь во грех, но да исправит его. Однако злобный пресвитер нисколько не исправлялся. Он задумал даже еще худшее. Не имея возможности умертвить тело святого Венедикта, он задумал своим сатанинским коварством убить душу учеников его. Ученики преподобного ежедневно работали в саду его. И вот Флорентия подкупил семь красивых молодых девиц и послал их в этот сад, чтобы они с песнями и плясками бесчинствовали перед теми юными иноками и таким образом возбудили на скверное похотение их молодые сердца. Увидев это, преподобный Венедикт убоялся душевной погибели своих юных учеников и решил уйти с ними оттуда. Итак, с одной стороны он оставлял место из-за злобы Флорентии, а с другой и юных отводил от соблазна. Призвав братья и игумена в своих монастырей, он поставил над ними опытного отца и передал им их всех воли Божьей. А сам, смиренно уклоняясь от ненависти и вражды человеческой, ушел оттуда со своими юнейшими учениками. А пресвитер же Флорентия, узнав об уходе из той местности преподобного Венедикта, весьма обрадовался. Но Бог от мщения Господь, мстя за раба своего, погубил того лукавого пресвитера, неожиданной смертью. Или Макарий Калязинский, 17 марта, кавычки открыты. Основание Макария новой обители, хотя и в пустынном месте, в диком лесу, не всем, однако, было приятно. Владелец окрестных земель, некто Иван Каляга, с самого поселения Макария посмотрел на него неблагосклонно. А когда устроена была церковь, увеличилось братство, и Макария стала игуменом, то нелюбовь эта превратилась в злобу и в открытую вражду. Знаешь, это монастырь, все, они еще не помогают. Каляга боялся, что с возникновением обители так или иначе отойдут к ней его земли, и решился устранить Макария. Хотя бы пришлось для сего прибегнуть и к убийству. Но по воле Божией такой злой умысел не только не осуществился, но лишь послужил к пользе обители и славе преподобного Макария. Сначала по силу смертью, смерть семью Каляги, а потом и сам он впал в тяжкую болезнь. В таком и счастье он усмотрел, наконец, Божье наказание за сей тяжкий грех, за злой умысел против Макария, раскаялся и приказал нести себя к преподобному. У ног Макария он со слезами рассказал о своем замысле и просил прощения и молитву. Макарий, видя искреннее раскаяние своего врага, сказал «Бог простит тебя». И долго поучал его, говоря о тленности земных сокровищ и о мирской суете. Кроткое поучение Макария так подействовал на Калягу, что он решился сам оставить мир, постригся и преподобного Макарита, и все земли свои отдал в пользу обители, которые с тех пор сам Макарий ради смирения стал именовать Колязино. Он усердно считал в Святой Евангелии другие божественные их писания и непрестанно поучал спасительному пути как братью, так и всех приходящих. Почему епископов боятся, словно бешеных невешенных собак? Сказано, не трожь ехидные яйца, на следы насыпь нюхательный табак. Это не сейчас пришла на пасть с той начальной заклейменной даты. В ереси впадали, развивая пасть, на Максима исповедника кидались. Златоуста не спроверли и сослали, на Федора Студита ополчились, сколько не хватает, все мало-мало, зубы их и на моем точили. Как смогли к такой метаморфозе так перевернуться, озвереть, против Библии канонах стать, занозой и Мефодия с Кириллом запереть? Волки лютые, украшенные митрой, звери алчные, себя зовут смиренным, с властью сатанинской помещались хитро, ослепились ядовитым брением. Властолюбие, трусость и корысть, мелочная мстительность, жестокость и обслуга из церковных крыс, лишь завиденное вырвут оба ока. Редко-редко встретишь и услышишь об епископе достойном и надежном, а таких по радио из крыши возвещать, канонизировать бы можно. Жалкие епископы раскисли, их забота только подержаться, очень часто хуже атеистов, с властью любодействовать ложатся. Проповедь их безразмерно скучна, пресна, без соли и без вкуса. Столько слов, изысканно научных, ничего не скажет об Иисусе. 17 сентября 2003 года. На сегодня все.